итак дорогие друзья всем доброго утра всем доброе добрейшее утро мы продолжаем изучать тору конкретно мишли притчи царя соломона и конкретно 20 главу мы изучаем всем привет кто смотрит нас прямом эфире огромный привет шалом даже потому что 10 утра с 10 до 20 прямом эфире в инстаграме и в фейсбуке идет идет урок тор уже три года более трех лет и не только мой идет урок торы а у нас есть еще уроки других преподавателей торы и в день идет около 10 уроков представьте в прямом эфире поэтому мы вас всех приглашаем на присоединиться к странице вайкра в фейсбуке и в платформа вайкра в инстаграме и всех вас приглашаем также найти сайт вайкра.ком наберите вайкра.ком и вы увидите там все уроки всех преподавателей очень интересно и полезно изучать тору все дорогие друзья мы сейчас мы сейчас кстати эту неделю все уроки они для поднятия души тойба бат аврам той баба аврам это была замечательная женщина которая которая в ее потомки очень помогают распространению торы и поэтому виде как заслуга потомков она дает потом на том когда человек умирает она его поднимает туда да хорошо теперь двигаемся дальше двигаемся дальше у нас сегодня 25 отрывок 25 отрывок 20 главы и говорит нам царь соломон следующую вещь говорит нам следующую вещь значит дословно переводится так мокеш это мокеш это ловушка и препятствия препятствия для человека я лакодыш я лакодыш это поднимать в святое представьте как это так как это может быть препятствием для человека поднимать в святое вахарны дорим левакер и после обетов левакер это их проверять эти обеты свои передумывать после обетов передумывать здесь большинство из нас даже не слышала об этом то есть мы вообще как бы были не осведомлены в своем раннем детстве не о интернете мы же не знали про интернет а вот он потом появился да и мы не знали также что существует духовный мир то есть интернет какие-то волны летают и через эти волны можно там вот мы сейчас общаемся у меня телефон не присоединен ни к чему а вы меня вы меня видите слышите хотя сам телефончик вот коробочка об но сигнал же летит как-то точно также нам никогда детстве не говорили что есть духовный мир который вообще не связан с материальными носителями он работает по какому-то другому принципу сейчас ученые пытаются там что-то кванты квантовая реальность там и так далее но они пытаются объяснить все равно материальными терминами нематериальную природу духовного мира и вот в этой нематериальной природе духовного мира есть тот кто источник этой природы это бог бог и мы его называем кадош святой святое это то что выделено из будничного то есть бог он источник святости источник вот этой вот другой но другой как бы стороны мироздания мы про нее знаем что она не это не материальная и мы про нее знаем что она святая добрая и дающая да то есть бог дает всему мироздать мирозданию вначале вот эту духовную энергию святость которая все уплотняется 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 и потом по каскаду это святость она входит материальный мир и в материальном мире самая большая святость это душа человека внутри у человека есть луч вот этой святости который соединен внутри этот луч он как бы переходит в интеллект а уже интеллект управляет материальной природой человека его нервной системой его телом примерно вот такая вот модель теперь у человека бог дал человеку возможность переводить какие-то предметы материального мира в разряд святых то есть как бы присоединять эти предметы к духовному миру представьте невероятно такая дана сила человеку объявлять какие-то предметы связанными с богом эти предметы приобретают приобретают они статус святости например таким предметом является свиток торы таким предметом является тфелин таким предметом является мизуза которая вешается на косяках дверей дома твоего да этим местом святости был храм иерусалимский храм в котором было в котором был ковчег в котором было предметы святые то есть есть сила у человека объявить что-то святым теперь говорит нам царь соломон ловушка для человека поднимать в святость предметы почему это ловушка для человека поднимать святость предметы потому что когда ты что-то объявил святым оно соединяется со всевышним и И потом неправильное твое взаимодействие с этим святым, оно как бы дает обратную связь. То есть у каждой медали две стороны. Святая вещь, ты должен к ней относиться с огромным потом аккуратностью и почтением. Упал святок Торы в общине, вся община постится. Это очень плохой знак. Мизуза, там что-то с ней случилось, это большая проблема. Для того, кто ее повесил, ну то есть если она вышла из состояния святости. В твелине нельзя заходить в туалет и в нечистые места и так далее. То есть когда человек объявляет что-то святым, а раньше, когда был храм, любой человек мог сказать. Все, я посвящаю вот эту свою вещь храму, корову. Посвятил он храму корову, а что теперь с ней делать? Святая корова в доме. Это же ее зарезать нельзя, доить нельзя, пользоваться святой коровой нельзя. Да, и теперь если он ей воспользуется, то он как бы забрал из святости и использует для будничного. Проблема? Вот царь Соломон предупреждал, тогда же был храм, тогда была связь со святостью была намного более большая. Были тогда люди, которые были пророки. Они были и в этом мире, и в одновременно, и в духовном мире, и в материальном. И это был такой мир, вот мы сегодня чуть-чуть, если кто смотрит, там все эти фильмы, фэнтези, вот эти все штуки. То есть тогда был чуть-чуть другой мир, ну другой был мир, да. В общем, это нам не особо относится. Мокэш, подстава для человека, необдуманно поднимать вещи, делать святыми. Вы знаете, интересно, что можно с той коровой было сделать? Ничего. И эту корову, ее ставили куда-то, запирали, эту корову, и ждали, пока она умрет. Потому что любое использование святой коровы, оно делало для человека проблему в духовном мире огромную. Теперь вторая часть этого отрывка, она применима и в наше время. Веохар нидорим левакэр. Значит, есть такое понятие, как обед. Обед, это впервые мы встречаем в Торе обед, когда Яков Авину убегал, про отец наш Якова, убегал от Исава, который хотел его убить. И он взял обед перед Богом. Если ты мне дашь одежду и сохранишь мне жизнь, и я пройду спокойно свой жизненный путь, то я, значит, сделаю десятую часть, буду отдавать тебе, и на этом месте построю храм. Это был обед Якова перед Богом, в котором он установил личный с ним договор. Теперь вот эта вот сила давать обеты, лично договариваться с Богом, она есть у человека, и она имеет тоже, как бы, это палка о двух концах. С одной стороны, ты договариваясь с Богом, включаешь совершенно невероятную силу, невероятную силу, невероятную силу ты включаешь, да, обетом. С другой стороны, ты включаешь силу противодействия, которая на тебя влияет, чтобы ты нарушил этот обет. Это со стороны зла. И человек, который берет обеты, он как, он попадает в очень такую сложную ситуацию. Царь Соломон говорит, если ты уже взял обет, то не надо уже его передумывать, потому что ты передумаешь, это ты с Богом договорился, передоговорился, обещал, не обещал. Он говорит, это очень, ну, такая опасная вещь, не бери обеты. В наше время, в наше время люди продолжают брать обеты. Например, человек, там, у него кто-то, не дай бог, заболел. Он говорит, все, если он выздоровеет, я обещаю, буду там одевать филин, дам сдаку, надает обещание. А потом, потом, значит, не выполняет свои обещания. Начинаются в жизни большие проблемы. Значит, как эти проблемы решаются? Есть предусмотрен в Торе процесс снятия обетов. То есть, нужно идти к трем знающим вот этот весь механизм раввинам и говорить, я хочу снять обет. Тогда раввины, они с тобой проводят беседу, а когда ты брал обет, что ты имел в виду, как ты думал и так далее. То есть, они находят, это называется петах, они находят как вход, что ты, если бы ты знал в момент, когда ты давал обет, что будет так и так, то этот обет ты бы не брал. И если они находят, они знают, это целая такая технология специальная, если они знают, находят этот петах, тогда три этих раввина, у них же тоже есть связь с духовностью, они втроем собираются, произносят специальную формулу, там снято, ну, в общем, они снимают человека этот обет, который его держит, который, как бы, его личный договор был с богом. И каждый год, как раз перед Роша Шана, происходит вот этот вот процесс снятия обетов, и собираются в синагоди, как раз очень важно, вот если кто-то пойдет в синагоди, перед Роша Шана и перед Йом-Типуром снимают вот эти вот все обеты. То есть, когда вот сейчас наступает новый цикл, и ты должен в этот новый цикл войти чистым, перед богом, с хорошими намерениями, без всяких долгов и так далее. Вот процесс снятия обетов, это очень важный, и надо попросить, может быть, кого-то из преподавателей, которые есть на ВАИКРа, чтобы они провели отдельный урок. Давайте попросим Яков Шатадин у нас, который директор главный по всем преподавателям, он договорится с кем-то, чтобы эту тему разъяснить и показать. Потому что здесь нацарь Самон предупредил, что это ловушка, и это опасно, но как этим пользоваться, надо разъяснить. Надо разъяснить, но в принципе мудрецы советуют не брать обеты перед Богом. Лучше не брать. Лучше не входить вот в такие вот прямо очень прямые и сложные взаимоотношения с Богом, потому что пообещаешь и не сделаешь, будет хуже, чем если просто не сделаешь. Хорошо, 26-й отрывок. 26-й отрывок, значит, звучит так. Мизареры шаим мэлэхахам, ваяшев алеем офан. Значит, ну опять же, надо понимать, царь Самон жил 3000 лет назад. Мир был другой, люди были другие. И люди были другие, и тогда были люди-дети. Вот мы чуть-чуть можем даже представить, насколько они были дети, если монголо-татары, возьмем монголо-татары, они заходили в город, вырезали всех мужчин, снимали с них кожу живьем, чтобы всем страшно было. Так монголо-татары это очень нежные интеллектуалы по сравнению с теми народами, которые жили 3000 лет назад. Те вообще просто были страшные люди, которые вырезали, сердца вырывали жертвам, приносили человеческие жертвоприношения, и они руками, вот эти вот инки, ацтети, я читал, они руками просто вырывали сердца. Представьте, у тех, кого людей, кого они приносили в жертву, включая детей. Детей они часто сжигали в древних культах языческих, они детей сжигали просто. Для чего? Чтобы урожай хороший был. То есть они так думали. Ребенка сожжем, будет хороший урожай. Теперь, значит, в то время царь Соломон давал наставление царям в 26-м отрывке, и он говорил так. Мизаре решаим мелахахам. Вот этот вот царь-мудрец, он рассеивает злодеев. Злодеев нельзя соединять в банды. Когда они соединяются в банду, в группировку, то они становятся намного сильнее. Поэтому сейчас, например, во всех странах почти принимают законы против преступных сообществ. Недавно в России запретили такое, как была общественная организация, объединяющая 30 тысяч человек, арестантское братство. Да, то есть они прямо в школах насаждали вот это арестантское братство, значит, деньги в общак и так далее. Значит, царь Соломон советовал царям того времени, и так как притча это на все поколения это действует, он советовал рассеивать, рассеивать злодеев. Рассеивает злодеев царь-мудрый. И он дальше давал совет, чтобы на них накатить такое было колесо, дыба это называлось, знаете, дыба. То есть это было еще в инквизиции, везде. Такая пытка была. Брали его на колесо, привязывали, и так его катили. То он сверху на колесе, то он снизу на колесе. И катали его, этого злодея, этим колесом, пока он не признавался, что было и что не было. То есть он во всем признавался, этот злодей. И его уничтожали. Теперь мудрецы наши говорят, что здесь, здесь, когда царь Соломоном говорит и накатывает на них колесо, он не имел в виду колесо, колесо, вот это вот пыточное колесо, да? Он имел в виду другое колесо, что царь мудрый, он имел в виду Бог. И он говорил, что на злодеев накатывается колесо, их же зло накатывается на них. Но ведь притча, это же официальная, как бы и для христианской религии, эта книга, она входит в Библию. И инквизиция, они понимали это как совет, прямой совет царям. И поэтому цари вот в Испании, например, они очень использовали вот это колесо как пыточный инструмент для того, чтобы заставить людей признаться, что они ведьмы там или и так далее. Теперь, значит, здесь есть очень интересная такая вещь про рассеивает злодеев. Вот я буквально недавно разговаривал с одним человеком, мне было интересно, что он думает про ситуацию вот сейчас, в современном мире с царями. Мы сейчас наблюдаем, что, например, сейчас идет везде борьба за власть. Она была, есть и будет. И во времена царя Соломона, и во времена всех царей, они всегда воевали между собой. Все цари. Александр Матидонский захотел захватить весь мир. Римские императоры захватывали весь мир. Там кто был еще после римских императоров, кто пытался захватить весь мир. Ну, Сталин пытался сделать, да, мировую революцию. Ну и так далее. Что сейчас происходит? Вот мы видим в Америке есть Трамп, есть Байден, да, демократы, республиканцы. У них идет война.